Открываем карту Европы. Вы знаете, это место сразу находится, как ни странно. Место от север Франции. Ну, всем известно, да, что древнее название этих земель это Галлия. Галлия существовала вплоть до 16 века точно. По крайней мере, даже существуют монеты французских королей, в которых написано «Король Галлии», да? Уточнение, да? Можно по ходу? То есть Галлия – это самоназвание французского государства. Французы сами называли себя Галлами. Французы называли. Или как? Тут очень такой тонкий вопрос, вообще, кого называть французами, кого называть Галлами. Это вопрос лингвистический, да? Ну да, там была масса таких мелких герцогств, княжеств и прочего. Если вы посмотрите, вообще вопрос, это совершенно отдельный вопрос, безумно интересный, в том, кто такие Галы, и где они жили, и вообще, что такое Галлия, что такое Гальский пояс Европы, и так далее, и так далее. Я думаю, мы с вами в конце сможем еще к этому вопросу вернуться. Сейчас, чтобы не отвлекаться от темы, давайте посмотрим просто на карту Северной Франции, на карту Галлии, и увидим, что тот город, который сегодня называется Амьен, он когда-то стоял на речке Самаре, сейчас это река Сома, в древности она называлась Самара, а город назывался Самара-Бреги или Самара-Бреги, там разные есть варианты названий. Вот вам и Самария. А территория, соответственно, Галии, как бы она никуда не девалась. Территория Галии, это была и современная Франция, и кусок Германии, и кусок Швейцарии, и кусок Италии, огромный, кстати. И далее туда, в Галицию, и так далее, и так далее. И при этом очень интересно, если вы посмотрите, куда можно прийти, пройдя между этой Самарией и Галилеей, вы увидите, что придете вы в город Париж. Вот, давайте пока это просто запомним, пока просто никак не буду это пока комментировать, давайте просто запомним, двинемся дальше. Куда дальше? Ну, например, в Кан, в Галилейскую, где было сотворено первое из евангельских чудес, превращение воды в вино. Вот как попасть в все древние города, это вопрос на бис. Историки до сих пор не знают, какой город считать Каной. У израильских трудоголиков от археологии есть несколько версий. Они считают Каной или Кфар Кану, в 6 километрах от Назарета, или Хербат Кану, например, в 8 километрах от Цепори. Ну, возможно, это и есть еще какой-то третий, там, четвертый, пятый вариант. Просто вот эти два варианта, это самые известные. Но, дело в том, что все вот эти нынешние кандидаты в Кан, да, они в новозаветные времена, это были не то, что поселки, это даже были не плевки на карте. То есть, назвать это поселком можно, в общем, с очень большой натяжкой. И, собственно, никаких явных указаний на то, что именно эти места являются той самой Каной, не существует. А ведь в тексте писания есть очень интересные фрагменты, которые являются, по сути, подсказками для исследователей этого вопроса. Ну, в общем, вот, ученые мужи либо не замечают их, либо не хотят замечать. Вот, посмотрите, вот, в Евангелии от Иоанна сказано, что Филипп, житель Вевсаиды, найдя Нафанаила, рассказывает ему о Христе. Это Евангелие от Иоанна. Далее, в том же самом Евангелии от Иоанна написано, что Нафанаил был с Каной Галилейской. Но неужели так трудно сопоставить эти отрывки, понять, что Канна Галилейская и Вевсаида должны быть где-то рядом или накладываться друг на друга. В конце концов, не на Марсе же встретил Филипп Нафанаила. Да, он не переправлялся через реки, не перелезал через горные хребты. Да, то есть, это где-то должно быть рядом, это где-то должно быть по соседству. Но такой поворот, он никак не устраивает исследователей Евангелия, потому что Канна и Вевсаида, они друг на друга никак в рамках традиционной версии не накладываются. Ну и вообще, строго говоря, то поселение, которое сегодня выдают за Вевсаиду, находится не в Галилее, так на секундочку, а в Габланетиде, по другую сторону Иордана. Ну, собственно, и опять тот же самый вопрос. Там раскопана некая куча камней, и нужно ли считать ее Вевсаидой, это очень большой вопрос. А Вевсаиды и Канны должны находиться по писаниям, по тексту Евангелия, рядом или накладываться друг на друга. На той территории, где их сегодня ищут, ни Канны, ни Вевсаиды, просто нет. Но зато они существуют на другом месте. И самое интересное, что под теми же названиями они существуют, с которыми существовали и в древние времена. Где они находятся? Опять же, в той же самой Галлии, на территории современной Франции. Опять-таки, рядом с тем же самым Амьеном Самарии, что очень интересно. Есть город Канн, известный всем, расположен он не где-нибудь, а на исторической территории Бессен. Если вы сравните написание, французское, например, на территории Бессенн с названием Вевсаида, вы поймете, что это практически одно и то же. Вот вам, пожалуйста, Канн на территории Вевсаиды. И они прекрасно накладываются друг на друга. И тогда понятно, почему Нафанаил был одновременно и жителем Вевсаиды, и уроженцем Канн. И никакого чародействия и волшебства в этом нет. Это реальные места, кстати, в отличие от легендарных древнеизраильских. И, кстати, очень важный момент, оба эти города существовали и в римскую эпоху, когда бы она ни была. То есть, это даже традиционным историкам признается, что эти два города существовали и в римскую эпоху. Алексей, можно попутный вопрос? Ну, это же потрясающе. То есть, получается, что... Ну, вот, ваше сравнение, оно как бы... Как же я раньше этого не видел, называется. Люди изучают эти карты. Приблизительно есть большие доки, большие знатоки Библии. Ежели трудно вот увидеть, сравнить это? Понимаете, в чем дело? Тут есть несколько... Многоаспектная проблема. Для людей церкви... Для людей церкви существует два столпа. Священное писание, священное предание. И, в общем, неизвестно, какой из них важнее. На самом деле, оба безумно важны. И на этих столпах зиждется церковь Христова. И без священного писания не существует священного предания. И наоборот. И когда... Поэтому, когда к этому вопросу подходят люди церкви, для них все однозначно и очевидно. Они даже не могут сомневаться в том, что... Канон. Может быть, это и не так плохо. И, наверное, это и не так плохо. Но, тем не менее, для большинства верующих... Ну, вернее, так, неправильно говорю. Не для большинства. Для некоторой части верующих... Потому что для большинства верующих это действительно незыблемые вещи. Для некоторой части верующих вопросы географии и веры, наверное, все-таки можно разделить. Ну, собственно, я сам себя отношу к этому, к этой второй категории, да. То есть, для меня нет сомнений. Я абсолютно не сомневаюсь в тексте Писания, да, как христианин. Но в то же время для меня вопросы географии могут быть определенным образом отделены от вопросов веры. И опять-таки я еще раз возвращаюсь к тому, что есть символ веры. То, в котором сформулировано то, во что верит христианин, да. И в символе веры, который, прямо скажем, составляли не самые последние люди христианства, не самые глупые, да. В символе веры дана только одна привязка пространственная временная, да. Распятого же зоны при понтистем пилате, говорится там. А вот кем был этот пилат? Когда он жил? Где он умер? Это серьезный вопрос. И ответив на этот вопрос, может быть мы сможем как-то географически сдвинуть современные привязки. Но опять-таки я еще раз хочу сказать, что то, о чем я говорю, это всего лишь некоторая версия, да. И я не претендую на то, что они суистенны в последней инстанции. Это некая версия. Мне она кажется достаточно правдоподобной и, по крайней мере, заслуживающей некоторого внимания. Как к этому отнесутся другие люди, я не знаю. Это достаточно сложный вопрос. Каждый сам для себя решает. Абсолютно согласен. Где заканчивается вера, начинается... Вот это очень интересно, вот это вот сравнение с Каннами, оно вообще какое-то простейшее. Дело в том, что, ну, во-первых, сравнение с городом Канны, не с Канном, который на севере. Во-первых, вот это, кстати, тоже очень интересный момент, сейчас я вам скажу. Во-первых, есть два города с очень похожим названием. Есть город Канн на севере Франции, есть город Канны на юге Франции. Так вот, я сейчас не вспомню, по-моему, это у Постникова это есть, этот момент. По-моему, я сейчас точно не скажу. По-моему, у Постникова, да. Я могу ошибаться. Так вот, и у Фоменко, по-моему, это есть, что город Канны, город Канны ассоциируется там именно с тем евангельским местом, да, о котором идет речь в Новом Завете. То есть, я не первый, кто взглянул на Францию с этой точки зрения. Другое дело, что в той гипотезе речь идет о южных Каннах, да. Кстати, очень интересный момент. Вот, посмотрите, если мы говорим, почему возникает вообще это слово-сочетание устойчивых Канна-Галилейская, а что, была еще какая-то Канна? Почему вообще возникает вопрос Канна-Галилейская? Все, вот такое устойчивое слово-сочетание возникает Канна-Галилейская. Все остальные города просто даются, просто обычные названия, да, в одно слово, да. А здесь именно Канна-Галилейская. Вопрос, а где была Канна-Негалилейская на территории Древнего Израиля? То есть, это Канна-фестивальные? Так, в том-то и дело, что если мы рассматриваем территорию Галлии, Франции, да, то вот здесь этот вариант возможен, потому что один Канн был на севере и входил в территорию Галилеи, да. В Галилейске, да. А другие Канны были на юге, да. И готовились стать столицей кинематографа. Да, и готовились стать столицей кинематографа. И в какое территориальное и государственное образование они входили, большой вопрос. Вот, может быть, может быть, опять-таки, именно поэтому возникает вот это устойчивое словосочетание Канны-Галилейской. Так вот, если мы возвращаемся к вопросу о Канне-Галилейской, да, и о это место, как я уже сказал, где было сотворено первое чудо, притворение воды в дыну, да, то вот такая привязка, такая привязка к Гальскому Канну и Кривсаиде выглядит, на мой взгляд, вполне оправданно. Ну, длинемся дальше. Обратимся опять к тексту Евангелия. Вот, например, что говорится о местах, где Иисус родился и вырос. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квериния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. Родила сына своего первенца, исполенала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Ну, вот в этом отрывке речь идет о двух городах, Вифлееме и Назарете. Традиционно предлагается считать Вифлеемом город Бейтлехэм, или Байтлахм, да, там. Опять-таки, не буду соревноваться в фонетическом искусстве. Он находится к югу от современного Иерусалима. А Назаретом считается город Нацрат, или Ан-Насир. Ну, тут опять-таки нужно сказать, что люди, проводящие раскопки в Израиле, называют Назарет первого столетия нашей эры, просто поселок, в котором жил около 25 семей. Ну, то есть, такой хуторок, прямо скажем, да? Неужели этот хуторок настолько прославился вообще на весь Израиль, что заслужил фразу «из Назарета может ли быть, что добрая?» Знаменитая фраза, да? Причем произносится она именно тем самым Нафанаилом из Вифсаида. Можно посмотреть по карте, где находится даже официально, да, то, что называется Вифсаидой, и где находится вот этот поселок Назарет. Вы поймете, что, в общем-то, у Нафанаила какая-то совершенно такая потрясающая подкованность наблюдается, он знает о каких-то там хуторянах, о знаменитом, печально знаменитом, правда, для него, городе Назарете и так далее, и так далее. Об этом ли Назарете он говорит? Ну, вот я рискну предположить, что о другом Назарете речь идет, о том, который сейчас существует на территории Галии Франции. Называется этот город Сен-Назар. Это северо-запад Франции, и история этого города, признается самими французами, достаточно мутной и темной. Хотя, в общем, история достаточно древняя. Примечательно, что неподалеку от Сен-Назара находится еще один город с говорящим названием Кеберон, или Кебрен. Почему говорящим? Потому что в городе под названием Хеврон родился достаточно близкий родственник Христа. И он креститель. Естественно, эти города, если речь идет о родственниках, эти города должны быть где-то рядом. И они действительно на территории Галии Франции находятся рядом. Достаточно посмотреть на карту. Вы поймете, что Сен-Назар, или, может быть, Назар, как он раньше назывался, и Кебрен находятся весьма близко друг от друга. Ну, хорошо, предположим, что это случайность. А если, например, я скажу, что неподалеку от Сен-Назара и Кебрена находится Вифлеем. А Вифлеем действительно там находится. Гальский Вифлеем. И город этот находится аккуратно пути Сен-Назара в Париж, если посмотреть на карту. И называется до сего дня Белем. Именно так он и называется. То есть Вифлеем. Если вы посмотрите, то в Португалии до сих пор существуют Беленские башни. Это Вифлеемские башни. То есть в латинской транскрипции это именно так и будет выглядеть. То есть это действительно город Вифлеем, Белем. И находится он по пути Сен-Назара в Париж. Вот такое вот тройное совпадение. Вся территория современной Франции, Галии, это не такая уж и большая территория. Кстати, вот тут тоже очень интересный момент. Ведь по Писаниям Иисус проповедовал около трех лет. Прежде чем был подвергнут казни. Прежде чем был распят. Если вы посмотрите на территорию современного Израиля, возникает вопрос, а где там можно ходить три года? Иисус проповедует... Субтитры создавал DimaTorzok